приветствую всех на своем канале с вами маркела борис и у меня есть такое видео как создать трансляцию на youtube и много вопросов люди задают что я якобы не подробно рассказал объяснил так вот не так и люди не могут ничего создать и так что нам понадобится для создания трансляции нам нужен наш активированный канал youtube что значит активированный вы его должны зарегистрировать по непосредственно по номеру телефона и подтвердить этот номер телефона чтобы провести трансляцию вам ее просто нужно будет создать если вы еще не создали и никогда не создавали трансляции достаточно это просто все сделать вот эта новая творческая студии youtube здесь вы видите вот такой вот значок и начать трансляцию вот сейчас нас перекинет на новый интерфейс долго к нему привыкал но тем не менее я буду рассказывать как создать классическую в классической версии потому что мы будем создавать трансляцию непосредственно через программу о б с вот через такую вот программку которая мне больше всего нравится и почему именно через это потому что можно создать конечно трансляцию у нас вот такую здесь даже новая студия youtube она нам дает возможность провести без каких-то дополнительных программ но тем не менее очень очень маленькая маленькие возможности непосредственно у этой трансляции и вы можете показывать только себя то есть дополнительные какие-то функции вы не можете сделать и так мы будем вести через классическую версию вы уже поняли что где надо нажать вот здесь вот вы нажимаете классическая версия пока у нас открывается перейду мой канал здесь вот вот через классическую версию сейчас я захожу на свой канал вот так он у вас будет выглядеть вот этот значок вы видите создать видео или запись вот можно через него заходите так у нас есть панель управления я постоянно через нее создает свои трансляции и через программу о б с покажу все подробно я еще уже несколько лет использую сервис такой restream все ссылки будут по данным видео и почему я использую restream потому что мы непосредственно можем вести на много 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 одним потоком мы можем вести на много социальных сетей на тот же канал youtube на контакт я веду на facebook бесплатно мы можем присоединять до 4 социальных сетей вы даже можете увидеть что здесь есть twitch и здесь есть вот facebook персональный профиль есть у нас здесь twitter через перископ и много много других вот вы можете это здесь все присоединить если вы что-то дополнительно хотите присоединить соответственно больше четырех это уже платные функции но я использую вот эти бесплатные функции у меня перископ facebook youtube и вконтакте то есть привязывается это все автоматически даже сейчас продемонстрирую как это нужно сделать то есть римовая римовая мы например заходим добавить мы выбираем наш вк который которому мы будем присоединяться также если выходить хотите трансляцию в одноклассниках вести тоже можете ее присоединить и так и так мы находим наш вк который у нас здесь должен быть вк он у нас должен быть вот вк live мы нажимаем на него нажимаем connect вк live вас перебрасывает на определенную страницу в принципе все наш канал привязан здесь вы можете выбрать свой персональный профиль также если вы хотите например демонстрацию сделать в в одной из групп вы также здесь это все можете выбрать если у вас есть раскрученная группа вы легким нажатием можете эту группу выбрать и в этой группе проводить непосредственно ваш эфир но я всегда веду на персональной странице вконтакте мы переходим далее что нам нужно нам нужно во-первых настроить нашу произвести настройки нашей программы obs obs тоже вы можете скачать с спокойно свободно в интернете это бесплатная программа мы нажимаем настройки какие настройки мы здесь делаем мы здесь вещание должны вставить сервер который мы берем на на restream и здесь есть ключ стрим ключ который мы вставляем здесь здесь сервис мы делаем настраиваемый настраиваемый и после каждого на каждого изменения мы нажимаем применить либо окей если окей нажать то это окно закроется мы нажимаем применить что мы делаем с выводом здесь следите внимательно здесь мы перемасштабировать вывод мы здесь выставляем если у вас разрешение среднее у компьютера слабенькая то мы можем выставить 1280 на 720 если у вас разрешение более большое вы можете вот такое вот разрешение выставить но я обычно веду 1280 на 720 что мы дальше идем управление битрейтом иногда бывают сбои чтобы у вас стабильно все шло вы обязательно выбираете вбр вбр вот управление битрейтом здесь много много очень функций выбирайте для стабильной нашей трансляции вбр битрейтом вы можете оставить 2000 килобит здесь мы можем конечно галочку поставить но делать мы это не будем cfr у вас получается 23 и самое главное для стабильной трансляции вам нужен интервал ключевых кадров интервал если у вас интернет не очень стабильный и компьютер не очень сильный то мы выставляем двоечку здесь еще предустановка использования цп выставляем faster это определенные вот такие вот параметры есть если у вас сильный компьютер то можно здесь выставить чуть получше чуть похоже но мы всегда выставляем средние параметры и вы видите что здесь у вас кнопочка применить то есть я вот все вам пока показывал вы можете увидеть здесь кнопочку применить вы нажимаете применить вы нажимаете ok здесь вы можете выбрать изображение когда у вас будет идти с экрана вы можете здесь тоже в новой обрезке выбрать абсолютно любое на любую функцию которую вам нужно почему я и не рекомендую через youtube что-то вести кстати в ю тубе если вы будете вести не будете подключаться к restream у вас всегда здесь есть url адрес сервера и название ключ трансляции вот здесь вы можете это все брать и подключать но через restream это все подключается автоматически где-то с подтверждением где-то без подтверждения и в любом случае вы через restream намного проще вам будет и легче это все настроить и так панели в панели управления вы можете изменить значок вы можете всегда изменить название описание если вы ведете какие-то стримы постоянные вы можете здесь эти стримы написать то есть ваши контактные данные и они будут сохраняться вы просто будете менять название чем еще удобен restream здесь можно управлять названиями то есть например если я веду название стрима с каким-то определенным названием я его здесь всегда могу изменить то есть смотрите у меня 400 сети привязаны и здесь если я напишу название и здесь пишу описание потом нажимая update изменить везде то есть у вас меняется именно на тех каналах на которой вы вещаете у вас появляется описание и название здесь есть еще вот такая социал alert вы можете подключить и при каждом при каждом вашем при каждой вашей трансляции в фейсбуке например у вас будет публиковаться что вы начали свою трансляцию здесь вы можете выставить свое непосредственное название которое также будет паблю публиковаться в каких-то соц сетях сейчас у меня публикуется в твиттере и фейсбуке то есть когда я начинаю эфир у меня публикуется вот вот такое вот вот такое вот сообщение и это сообщение у меня выходит также вы видите у меня есть здесь дополнительные страницы и я могу абсолютно любую страницу выбрать эта группа это персональные страницы я могу любую страницу выбрать и например вот персональная моя страница в фейсбуке youtube briskinder.ru все на этой странице при включении на трансляции будет выходить вот этот вот этот вот этот текст который я опубликовал ссылка соответственно клик кабельная что еще можно сделать в раз стриме вы наверное обратили внимание что у меня здесь стоит вот такой вот чат я могу выставить здесь чат то есть раз стрим еще удобен что этот чат мы можем выставить как это сделать мы это делаем через браузер то есть мы выбираем здесь браузер появляется вот такое окно создаем наш браузер потом меняем в нем ссылку меняем отображение нашего чата и соответственно если вас смотрят если вас смотрят во многих соц сетях вы всегда видите отображение тех комментариев которые вам пишут и можете не отрываясь ни от вашего эфира отвечать сразу людям на их комментарии как это сделать чат находится вот здесь вот то есть вот ссылка на чат также вы можете этот чат видеть непосредственно на самом сайте раз стрима то есть вы можете скачать этот для windows и у вас на экране постоянно будет чат вы можете интерактивный чат запускать как на в программе оба с так и у себя на компьютере и видеть что вам пишут в этом чате поэтому я думаю объяснил все хорошо все популярно теперь вопросов не будет но с другой стороны если у вас опять же будут возникать вопросы может что-то я упустил в любом случае можете обращаться контактные данные я оставлю под этим видео всем привет